всем привет после покупки этого интересного велосипеда у меня были сначала хорошие впечатления потом плохие в общем такое что-то двойственное и вот спустя примерно 800 километров мне пришла в голову идея снять на него такое себе видео отзывы что ж поехали честный отзыв пользователя titan evolution начнем по порядку чтобы я не перепутал для начала грипсы грипсы ужасно качество материала в принципе нормальная то есть за 800 километров еще ничего нигде не прорвалось хотя и были но небольшие там зацепы ничего не затаскалась не зашаркалась я вину трассы ездил в перчатках половину без перчаток вот но от них исходит крайне неприятный запах который не выветривается на протяжении всего этого времени то есть до сих пор у меня перчатки руки и даже какой-то мере помещения имеет неприятный запах вот этих вот грипс резин первые несколько дней мне казалось что это либо якобы запах нового товара нового велосипеда но нет да именно неприятный запах резины некачественные тормозные ручки и отлично абсолютно никаких нареканий тоже я могу сказать и про рубашку и про тросик единственное что задний тормоз начал немножко отходить буквально несколько капель обычного автомобильного масла устранила эту проблему и то есть абсолютно никаких нареканий совершенно никаких проблем тросики рубашки тормозные ручки меня не вызывают что я могу сказать о монетках переключатели как и большинство оборудования здесь крайне дешево предположим справа здесь было написано 1 2 3 4 5 6 7 количество скоростей задней звездочки она стерлась просто это наклейка здесь циферки большой звезды 1 2 3 остались по переключениям учитывая даже что у меня уже стоит здесь измененный шатун не родной чуть чуть больше ну в общем по переключениям никаких проблем руль мне нравится его форма выбирался велосипед так грубо говоря по определенной сумме и по некоторым таким забавным на первый взгляд нюансом в один из таких нюансов входил руль мне хотелось вот такой изогнутый черный я его получил он замечательная краска с него не стирается там естественно покрашен единственное что есть нарекания на вот этих вот стыках я не знаю это проблемно или это проблема всех ашан байков или лично у меня такая проблема или это вообще у всех велосипедов то есть как бы на раме здесь вот сварка еще может где-то подседельного штыря также и проблемные места выпукло это как бы не сильно приятно внешне но не особо таки влияет на езду абсолютно не влияет далее рама к раме лично у меня абсолютно тоже никаких нареканий но хотя мастер сказал что рама ужасно в принципе мастер сказал то про весь велосипед и про каждый его элемент в частности ну лично у меня как у неприхотливого пользователя претензий абсолютно никаких нет она не тяжелая не сильно легкая не гнется не ломается но сразу же что бросилось в первый день пользования велосипеда это вот такая вот вещь то есть это просто наклейка что-то рама просто покрашен приклеены к ней наклейки то есть evolution титан гордая надпись shimano не будем так сильно останавливаться на каждом элементе тормоза тормозам повторюсь вновь никаких претензий у меня нет тормозят отлично задние просто пришлось подтянуть спустя какое-то там 300 400 километров пришлось немножко подтянуть все это благоприятно настроилась и проблема исправилась далее вилка опять-таки к сожалению из-за недостаточного количества у меня опыта или каких-то профессиональных навыков владения велосипедом я не могу сказать насколько сильно она плохая но даже я могу сказать что она для неприхотливых пользователей для максимально неприхотливых пользователей она далеко не всегда работает работает по праздникам и когда захочет вилка полностью оправдывает то что она женского пола колес как мне сильно не говорили что колеса плохие колеса покрышки смысле придется сразу меня то есть это же невооруженным взглядом видно что они такие не агрессивные и в то же время не сликовые то есть ты как бы ни рыба ни мясо такие стоковые тапочки но в то же время учитывая мои периодические агрессивные тормоза сзади и спереди и впереди протектор не стер тормозят и держит дорогу отлично как на маневрах как на подъемах как на спусках над асфальте на пересеченной местности все терпимо то же самое и про спицы то есть восьмерок никаких нет ничего не погнуто хотя и ну и были удары крышки по бровкам а так как я не мастак выполнять какие-либо трюки то это у меня получается всегда как правило криво и удары по ободу приходится не шуточные иногда но это никак не сказывается на его извилистости следующий узел очень интересен это шатуны шатуны каретка педали все вот это вот конструкция вот здесь уже начинается забавная ситуация прикрутил я педали если вы следите за моими блогами то прикрутил я педали правильно но спустя даже не было ста километров и как у меня начались огромные проблемы с трансмиссией у меня начал отлетать шатун заводской брак была какая-то проблема с валом также у меня была проблема с нарезкой резьбы шатуни и разработчику пришлось выслать мне новые шатуны и новый вал новый картридж карет все это заменили в мастерской разработчик прислал мне не тот шатун он больше и зубцов здесь больше я опять таки в этом не разбираюсь вот но переключатель хороший он оказался адаптивный и он адаптировался под новый шатун также все переключается замечательно ну как замечательно вполне терпимо без проблем но с шатуном и с резьбой вот такая вот ситуация я читал на форумах часто что случаются такие проблемы случаются еще еще похуже в общем проблем более подробную информацию про эти мини аварии можно найти моих более ранних блогах далее вновь вернусь заднему переключателю он адаптивный к нему проблем никаких нет нареканий на него никаких нет работает замечательно симметрика сразу же в стоке стоит вот такая вот штучка не надо чтобы таскать ключи соединили подняли подседельный штырь и сразу вот такая ситуация подседельным штырем может это конечно мой косяк может нет ну вот потрескалась краска вот такая вот у меня проблема с краской я даже не заметил откровенно говоря когда это произошло то есть я его достал и он был уже таков может это мой косяк если не ошибаюсь я один раз помыл велосипед не доставая подседельный штырь может как-то просочилась вода и она заржавела ну и то есть такая вот коррозия образовалась в принципе опять-таки наизу мне не мешает придется с таким жить то есть если бы она никогда мешала сосуществовать я бы уже давно перекрасить все было замечательно кстати в скором времени наверное таки сделал я сниму это покрытие наждачкой и покрашу все будет замечательно вот этот симметрик идет сразу не помню как правильно называть асимметрик симметрик идет сразу в комплекте также задний и передний катафод на передние снял он там далее задние тормоза я повторю повторялся что никаких нареканий нет пришлось только спустя 200 или 300 километров подтянуть и работают замечательно отходят и тормозят хорошо еще один интересный момент это задняя звездочка трещот буквально несколько километров назад 50 70 километров назад ней начал в ней появился какой-то хруст появился он резко прям я помню этот момент я выехал в дождь мне надо было проехать буквально там 4 километра 34 километра мне надо было там прокатиться зонтик привести поехал в дождь прям такой хорошенький и приехав обратно я услышал что у меня появился какой-то хруст я это спустил на песок или грязь что-то в этом роде но потом он усилился и сейчас что мне кажется что это подшипники в мастерскую я так и не могу дойти надо будет обратиться около 800 километров как агрессивный такой пассивно агрессивные езды появились какие-то проблемы то есть не могу сразу говорит что это подшипники или там какая-то поломка может действительно просто необходимо снять саму звезду помыть ее в бензине то есть хорошо промыть от песка и грязи и тогда все будет хорошо так задний переключатель также никаких нареканий но вот вместе с вот этим вот песком в тот же день у меня как западать начало щелкивать значит цепь вот здесь опять-таки мне кажется что это все таки надо просто снять всю трансмиссию разобрать его как-то собраться взять ключи необходимые разобрать всю трансмиссию промыть ее хорошо или в порошке или в бензине или в солярке или в керосине в чем-то и поставить собрать разок то есть я не знаю ну вот на тысячу километров я сделаю себе такой праздник хотя сомневаюсь включение негатив не для снятия задней звезды не для снятия шатунов опять-таки на езду на маневренность на переключение даже на быстрое переключение это никакого негативного влияния не подножка устанавливается на заднее колесо установлено в комплекте поднимается непонятным для меня методом то есть необходимо ее взять надавить и поднять делаю это постоянно рукой потому что ногой как-то у меня нога такое движение не может сделать вот не то есть опускаю ногой поднимаю рукой нормально подножка замечательно правда здесь вот в местах стока воды начал образно образовывать такая около ржавчиновая станция может это какая-то смазка такая также катафоты были расположены на колесах оранжевые а я не сказал еще про седло тоже неприятный момент спустя это 200-300 километров начало протираться седло сзади по бокам скажу сразу велосипедных шорт у меня нет здесь вот даже уже даже дырочка и вот данная надпись титан уже как бы не очень титан велосипедный замок мой подпляжник пляжка было компьютер крепление для камеры все это моё хуже колодки до сих пор не стерлись не требует замены ни передние ни задние колодки что не может не радовать и последний неприятный момент хотелось бы заметить чисто случайно я обратил на это внимание значит здесь тросик перетирал краску и здесь если присмотреться и убрать соответственно тросик можно увидеть что краска исчезла вот я первое время я когда ставил велосипед я поворачивал руль на сторону также перетирание тросиком данного места может быть когда вы просто сильно поворачиваете ну или даже вот так вставляете велосипед ну опять-таки 800 километров я не знаю когда это образовалось но гласит это о многом как минимум о качестве краски о качестве материала ну вот похоже и все если о чем-то забыл пишите в комментариях ваши вопросы я с удовольствием на них отвечу в дальнейшем может сниму подробный обзор на данный велосипед а если данный ролик был вам полезен или интересен то ставьте ему лайк а также не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить следующие видео благодарю вас за просмотр также будьте аккуратнее на дороге будь вы пешеход водитель или велогонщик все до скорых видео а